Ребёнок в присутствии психологов рассказал полицейским, что именно вытворял с ним родной отец. А также и то, что насильник брал сына обещание, цитата, «верно хранить их общий секрет». Педофил признался пока только в одном случае надругательства. Но, по словам мальчика, папа приставал к нему гораздо чаще. Ребёнок утверждает, что это был не единственным, но следствием на данный момент доказана причастность только пока к этому эпизоду. Ребёнок пятилетний, конечно, не может рассказать, что с такого-то года папа совершает то-то и то-то. Но ребёнок настаивает и по поведению ребёнка в детском саду. То есть тоже было замечено, что у него повышенный интерес к половой сфере, к половым органам. Правда выплыла наружу совершенно случайно. Подруга матери мальчика пришла без приглашения в гости. Дверь в квартиру была открыта и увиденное повергло женщину в шок. Она отобрала ребёнка у извращенца и позвонила 02. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12 лет». Выяснилось, задержанный длительное время состоит на учёте у психиатра с диагнозом шизофрения. Вину за содеянное он перекладывал на инопланетян. Он даёт пояснение экспертам о том, что людьми управляют инопланетяне, в том числе и им. Он говорит, вы это поймёте всё потом, позже. То есть я вот сейчас с ними общаюсь. Он себя в какие-то моменты богом называет. Экспертиза признала насильника невменяемым. Ему назначены меры принудительного медицинского воздействия. В отношении ребёнка решено прекратить все следственные действия, поскольку мальчик пережил серьёзную психологическую травму. Впереди длительная реабилитация. Елена Иговцева, Андрей Соловьёв, Телевизионная служба новостей.